Скажи, пожалуйста, какие ощущения от поездки? Ощущения очень хорошие, потому что очень круто, что поехала не сама, а с группой, так как я уверена, что я посмотрела только десятую часть, остановилась здесь на Эфелевой башне, в основных туристических местах, а так, ну, реально очень круто. Подружка из Татарии, Солнце, что ей там скажет? Да, конечно. Я в Париже третий раз, но этот третий раз был самый восхитительный Павел, потому что с вами ближе до Парижа, все путешествуйте с Павлом, это знак качества. Отзыв проплачен. Это чтобы Павел в Казань приехал просто. Мы вас очень ждем, приезжайте к нам. Мы будем там с Яковлевым. Кто-то из вас скажет? Давайте скажу. Все понравилось. Спасибо большое, что эти все дни вставали в 7 утра. Но по местному-то всем, а по нашему-то в 9. Ну да. Что, так сказать, упорядочило нас отдых и позволило посмотреть побольше достопримечательностей. То есть это еще и такая воспитательная вещь, да? Ну да, воспитательная. Понятно. Здесь есть желающие? Давайте я оставлю. И в Солнечной Хакасии. Да, и в Солнечной Хакасии. Наши ожидания абсолютно оправдались. Было очень интересно, познавательно, весело. Все говорят, что приезжайте к нам в Казань. Приезжайте к нам в Сибирь. Взял ему уже было. Ужелый к нам, да? Значит, что хотелось бы отметить? Хотелось бы увеличение ассортимента городов. Да, да. Будем работать, будем работать. Вот, ну, сам Париж, конечно, мы хоть здесь и второй раз, но путешествуя с группой, конечно, мы открыли себе очень много нового, интересного. Ну, как я и ожидал. И люди-то подобрались какие-то. Все замечательно было, спасибо большое. Ну что, мои ветераны, не стареют душу ветераны. Вы знаете, у меня был натуральный культурный шок, потому что, ну, все мы помним анекдот про Карла Марса, Фридриха Энгельса, там, четыре разных человека, или... Не помню. Не помню, да. А я узнал, что Луи и Людовик, это не два разных человека, это один и тот же человек. Спасибо большое, Павел. Не зря, не зря, не зря. Не зря. И он, к тому же, еще Олег Табаков. Павел, спасибо огромное вообще. Вы знаете, в жизни есть вспышки какие-то, вспышки счастья. Вот эта поездка в Париж была для нас вспышкой счастья. Вот правда, вам огромное спасибо. Как мы в Питере с удовольствием к вам ходили, так и здесь мы приехали. Такая красота кругом. Ваши интересные истории, рассказы. В общем, мы получили огромное удовольствие. Спасибо, ура, и мы к вам снова приедем. Уже не в Питере, может быть, но в Питере придем, а куда-нибудь снова. Лучше вы и к нам. Можете и к нам, да. Думаю, в Голландию или в Берлин, куда мы там дальше собираемся. Коля. Павел, хотел бы вам сказать спасибо за эту прекрасную программу. Также у меня каждое утро был мозговой штурм. Разобраться, как доехать до места встречи. Это было самое сложное в ваших экскурсиях. А также хочу заметить, что у вас очень чувствительный микрофон. Да, ну ничего страшного. Специально для вас, специально для нас. А эти наушники я оставлю, потому что других я навряд ли куплю. А сколько было в Питере, когда первый раз он пришел ко мне? Я думаю, что лет... Десять, наверное, десять. Мне кажется, лет восемь максимум. Нет, ну восемь, я еще не... Ну, может быть, девять, да. Девять-десять. А сейчас он джидаист. Сейчас лет, да? Ну чего? Уже семнадцать. Ну, скажем. Павел, спасибо большое за организацию. Все прошло отлично. Нам очень понравилось, супруга, и то, что мы получили немножко весны. Месяца на полтора раньше, чем она у нас. Вот. И выбраться в Париж оказалось гораздо проще, чем в Питер или в Москву, до которой ехать сейчас. Удивительный вопрос. Спасибо еще раз. Ну, ладно. Бонжур. Свозив уже пять групп Стольный град Париж, и, в общем-то, выпустив даже не один выпуск с экскурсиями по Парижу, и кое-какую информацию в своем блоге, естественно, есть что рассказать еще. Ну, поделиться рядом наблюдений, о которых я не рассказывал в предыдущих выпусках. Во-первых, мной был обнаружен не в этот раз, а в один из предыдущих заездов, совершенно потрясающий вид спорта. Какая динамика игры. Сколько здесь шаров? Здесь две команды, в принципе, два поля и четыре команды, а не дотянуться. Ой-ой-ой. Шикарная. Да, да. О, скинул мяч, и сразу такая интрига. Зацените, какой он динамичный, какой он подвижный. Я считаю, что за ним будущее. Помню, что когда появился Сигвей, то была замечательная карикатура в одном из американских журналов, что это лучшее средство передвигаться от дивана к автомобилю. Для чего подобное устраивать, не совсем понятно, но у каждого свои заморочки. Очередно раз поразился нравом в католических храмах. Ну вот, например, заходишь туда, сидит мужик с голыми ступнями. Ну, жарко, в обуви, хочется ему раздеться. Разделся, сидит. Никого не трогает. Ему хорошо, всем хорошо. Никто к нему не подскакивает и не говорит, что это оскорбление чувств верующих. Я уж молчу про то, что мы сами заходим в любые храмы, спокойно ходим, рассматриваем. Мы можем сесть на стуле, я могу там рассказывать своим экскурсантам о том, что они наблюдают вокруг. Опять-таки, никто к тебе не подскочит, никто тебе не сделает никакого выговора. Также католические храмы характерны тем, что прямо в них выставляют иногда предметы современного искусства. Вот, например, Паскаль Одресси, Лекех Кюнузем, это сердце, которое нас любит. Такая вот инсталляция, которая находится в церкви Сент-Истаж, на той территории, которая называется Леаль. И опять-таки, все это уживается каким-то образом и ничьих чувств не оскорбляет. Я не говорю, что нужно перенимать этот опыт, я говорю про подход. Или вот церковь Сан-Джервея, святого Германия и Протасия. Ну, были такие святые, у каждой опять-таки конфессии свои идолы и свои святые. Там, например, я вот каждый раз показывал и даже пост делал об этом. Там стоит семисвечный минорад, стоят православные иконы. И вот в этот раз я не удержался и спросил у местных монашек, по какой причине оно поставлено. Они мне объяснили, что таким образом они демонстрируют то, что мы все едины, то, что должна сорить вселенская любовь и бла-бла-бла. Или вот, например, в Нотр-Дам-де-Пари. Там висит икона, подаренная нашим патриархам. Есть об этом надпись. И все опять-таки замечательно уживается. Также в одной из церквей я нашел, ну и тоже чисто мои такие вот мысли, нашел репродукцию картины «Возвращение блудного сына Рембрандта». Она висит там как ярчайший пример библейского сюжета, а самое главное написанное гением живописи. Так вот, есть оригинал в Петербурге. Можно сходить и посмотреть. Но часто ли мы вспоминаем о том, что прямо вот у нас в родном городе или не родном городе, если кто не из Петербурга, но тот, кто приезжает, что можно на это пойти и посмотреть, ну насладиться какие-то, выводы из этого сделать. И самое главное понять, что вот оно, доступно, оно наше. Потому что, например, люди, которые живут во Франции, они вот любуются репродукциями, которые вывешивают специально для них в церквях. Также во время своих поездок я обнаружил, ну и сложно обнаружить, эта церковь была построена в рамках реконструкции Парижа, затеянной бароном Османом. Я рассказывал об этом и в лекции про сталинскую реконструкцию Москвы, и в своих экскурсиях по Париже, они есть на моем канале. Так вот, церковь Святого Августина. Там есть замечательная граница до и после реконструкции. То есть показано, какая фактура была у материала в самом начале и каковой она стала с налетом всего того, что сейчас летает в воздухе. Да и не только сейчас. Вся вот эта, ну уже, можно сказать, бековая пыль и грязь. Последний заезд я прямо демонстрировал своим экскурсантам, что никто не смотрит на мемориальные доски не только в России, но и во Франции. Ярчайший тому пример это мемориальная доска, которая висит на Рю Бак. Это улица Бак, отходящая от Нового Моста, от Лувра. Там находится мемориальная доска, на которой написано, что именно в этом доме жил Д'Артаньян. Но не мушкетерский Д'Артаньян Дюма, а вот тот самый Д'Артаньян. То есть прототип романа. И вот мы идем, я показываю этот дом, стоят две тетки, которые работают в каком-то офисе в этом доме. И смотрю, у них взгляд туда упал. Я говорю, а вы почему туда смотрите? Вы знаете, что на этой доске написано? Они говорят, нет, не знаем, мы вот тут работаем уже много лет, так интересно стало. Я говорю, ну а как вы думаете, кто здесь жил? Они говорят, господи, неужели Д'Артаньян? Я говорю, да, тот самый. Они говорят, откуда вы? Я говорю, из России. Добро пожаловать в родной Париж. Или вот стоим возле Нотр-Дама. Я там постоянно показываю. Дело в том, что перед Нотр-Дамом была площадка. Огромная, точнее, вот эта площадка, которая была перед ним, она была застроена домами. И раньше, соответственно, паперт была очень маленькой. Остались специальные следы. Это сделали реставраторы, которые показывают, где проходили улицы, где стояла церковь Святой Женеве в Орденах. И там прямо на земле такие таблички с надписью этих улиц. И вот для того, чтобы мне показать одну из этих улиц, мне пришлось одного из моих коллег, гида, который обещал на французском языке, попросить ступнями уйти с этой таблички, потому что он стоял прямо на ней. И ему и в голову не приходило показать своим конкурсантам вот ее. Он, естественно, рассказывал про фасад храма, про то, про сё. А вот как бы посмотреть в пол, ему в голову такая мысль не пришла. Париж вонял, как писал Зюскинд, но и Париж, собственно, воняет до сих пор. Я постоянно умиляюсь первым сообщением в наших общих чатах, когда я формирую группы, мы заезжаем туда, и вот в WhatsApp люди пишут. Дело в том, что действительно в Париже попахивает мочой практически везде. И в метро, и на улице, и где бы то ни было. Ну, тому есть очень простое объяснение. Дело в том, что для парижанина выйти и поссать в углу, в общем-то, абсолютно привычное дело. Мы приходим на пляс Вектуах, где стоит статуя Людовика XIV. Ну, я начинаю что-то там рассказывать. Подъезжает автобус. Ну, я имею в виду вот тот автобус, который возит... Господи, как он называется? Ну, общественный транспорт, да, какой-то автобус. Выходит водитель, вот встает на спину и начинает на этот автобус ссать. И, в общем-то, весь, так сказать, пафосный накал моего рассказа моментально падает. Потому что мы, естественно, смотрим на эту водилу. Он поссал, сел дальше и поехал. Все это происходит на одной из центральных площадей столицы Франции. Я хочу сказать, что вот у меня в курорте есть кольцо 417 маршрутки. Водители, которые приезжают туда, там, в общем-то, вокруг лес, даже они заходят куда-то за деревья, чтобы сделать это. Никто не выходит и начинает ссать на свою маршрутку. А, собственно, в Париже это абсолютно все нормально. И, конечно же, для русского человека, я его ни с коим образом не идеализирую, как вы знаете, но это является неким шоком. Ну, а уж про коренных афропарижан, про которых я, в общем-то, уже рассказывал, я просто селюсь в последнее время там, где они живут, возле северного и восточного вокзала. Ты идешь там по Мажента, например, такая улица, и совершенно нормально он там говорит. Говорит, пошел бы вот прямо здесь же, поссал. Вернулся, стал говорить. Поэтому это все в порядке вещей. Конечно. О, я почувствовал запах мочи, кстати. Да, я вот хочу уже. Пойдем. Интересную сцену наблюдал в Сергиевском подворье. Это такое подворье, которое находится рядом с Бют-Шамон. Это парк, там холм, именно с этого холма. Александр Первый смотрел на Париж, когда он туда зашел. Так вот, там настолько уютный дворик, что коренные афропарижане стояли, ели пиццу, галдели, и вот батюшке пришлось выйти и их прогнать. Ну, вежливо, правда, по-французски. Самое интересное, что это Сергиевское подворье находится на Крымской улице, которое названо, в общем-то, в честь не самой, как бы это помягче сказать, победоносной войны в истории нашей страны. Вот такие коллизии порой бывают. Субтитры создавал DimaTorzok В этот раз, помимо освоения турников, я уже говорил, на самом деле, в одном из выпусков, что в Париже нет турников. Ну, вот как вида. Они и есть там в единичном исполнении. То есть, я вот в столице нашей Родины селюсь, не знаю, ну, например, в гостинице. Прямо во дворе турник. Вот в прошлый раз перед экскурсией пошел, позанимался. Ну, а теперь, поскольку я знаю, где это находится, я опять-таки, почему селюсь рядом с северными и восточными вокзалами, потому что там рядом эта площадка. На площадке занимаются преимущественно арабы, негры, ну и немного белых французов. Я хочу сказать, что более, на самом деле, приветливых и жизнерадостных людей, чем вот арабы и негры, я не встречал в своей жизни. Они всегда с тобой поздороваются. Они всегда... Ну, то есть, они, знаете, они вот такие, как котики-майкуны. Они очень контактные. Вот им... Ты приходишься, ты вот им уже сразу как брат. Мне, на самом деле, с ними достаточно комфортно. Некоторым, ну вот, по понятным причинам, с ними не очень, потому что отсутствие привычки общения с подобным контингентом. Мне так очень хорошо. И они не просто с тобой здороваются, они всегда еще с тобой прощаются. То есть, ты вот как будто ты его миллион лет знал, на самом деле. И было потрясающе, на самом деле, момент, который меня просто убил. Уже в последний день, перед вылетом, я пошел позаниматься. Занимаемся. И вдруг прискакивают такие два лысых чувака, все зататуированные. И давай там, значит, продемонстрируй свои навыки муай-тай туда-сюда. Я думаю, господи, неужели я наконец увидел воочию этот редчайший тип под названием французский нацик. Ну, они там вертелись-вертелись. Когда они вертелись возле меня, я их по-английски спрашиваю, вы откуда? Они говорят, из Киева. Я, надо сказать, вот я просто завис. То есть, я реально завис на 2-3 секунды. Они пошли там на свою площадку, я... Ну, то есть, я просто не знал, как на это отреагировать. Дальше было еще интереснее. Значит, к этим киевлянам пришли две телки. Ну, такие хохлушки. Очень симпатичные, на самом деле. Неграм стало крайне обидно, что вот у этих лысых чертей такие телки... А, еще я забыл сказать, там постоянно, когда негр занимается, там все время еще... В общем, плюс, там у них такой рэпчик все время звучит такой убойный французский. Это настраивает на определенный лад. Значит, музыка становится громче. Негры начинают танцевать. Такие, знаете, как буины. И вот с одной стороны, значит, эти нацаки с этими телками. С другой стороны, вот эти вот выплескивающие тестостерон эти негры, демонстрирующие, что тоже они вот что-то могут. А я вот посередине, ну, вот как бы как это... Не туда и не сюда, как вечно. Знаете, я вот между двух миров существую. Был такой довольно забавный эпизод. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще в этот раз у меня был потрясающий опыт похода в бассейн. Дело в том, что, ну, мне реально бассейн спасает. И я еще в прошлый раз, когда там жил, посмотрел, что рядом есть бассейн. Думаю, возьму в этот раз. Взял с собой, значит, шапочку, тапочки, очки и еще затычки в уши, потому что у меня уши болят от воды. Спросил заранее там свою коллегу в Париже живущую, надо ли справку. Она сказала, что никакой справки не надо. Я так немножко напрягся, думаю, ну, ладно, хрен с ним. Прихожу. Значит, во-первых, меня поразило сначала время работы. То есть он работает, например, там, не знаю, с 7 до 9, дальше перерыв, потом с 13, 30, допустим, не знаю, до 15, потом опять перерыв, потом вечером. Вот я прихожу в этот дневной, ну, я думаю, днем-то там людей поменьше. Какой поменьше? Это вот был самый настоящий час-пик. То есть никакого вообще лимита по количеству людей. То есть я плыву, и следующий человек плывет буквально передо мной, не знаю, ну, в метре, в двух. Я потрогал очень много французов и француженок. Они меня потрогали. Мы потерлись друг от друга. К сожалению, они все были не очень симпатичные. Много из них были в годах. Ну, в общем, это был такой экспириенс, врагу не пожелаешь. Я вышел, понял, что я никогда больше туда не пойду. Сделал гневные пост в контакте. Мой постоянный корреспондент Тёма Крикунов, с которым у меня было интервью, он прожил долгое время в Париже. Он, собственно, рассказал мне про турники. Теперь он говорит, слушай, там есть как раз за Бюту Шамон, другой бассейн, очень клевый. А надо сказать, что в этот раз я взял с собой велосипед, который меня очень там спасал. И, кстати, сейчас я отвлекусь на секунду. Стрит в Париже нет вообще ни одной. Я производил фурор с этим великом прямо сразу в электричке РОР, которая едет из аэропорта. Там, кстати, еще в чем прелесть жития возле этих вокзалов. Там есть электрички Direct, называется, прямые. Прямо от аэропорта до вокзала, без остановки. И ты едешь как в фонд Барон. Так вот, там какой-то араб, он так восхищался. И всех интересует эта цепь. Резиновая цепь. И я говорю, что как раз цепь это самая надежная. Она даже зимой, русской зимой, она себя выдерживает. При этой информации араб там чуть не заплакал от счастья. Так вот, я на этой велосипеде съездил в другой бассейн. Там действительно все хорошо, все более просторно. Туда потом и ездил. Как уже сказано, никаких справок никто не требует. Там есть такая до шоссе-зона, где развиваются французы. Они приезжают, снимают обувь. Некоторые, конечно, идут в тапках, но я специально сидел, кушал йогурт после бассейна и наблюдал. Большинство идут босиком туда, потом оттуда босиком возвращаются. Многие могут выйти прямо вот в коридор, там же босиком одеться. В общем, короче, лучше не думать, что там плавает в этом бассейне. Я стараюсь об этом, собственно, и не думать. Такие вот нравы. Посетил совершенно улетную выставку, о которой, я думаю, сделает даже отдельный выпуск. По всему Париже висели афиши, я их заприметил. Они назывались «Ружь», то есть «Красные». Эта выставка была посвящена искусству и пропаганде в Советском Союзе в 20-х и 30-х годах. Проходила она в Гранд-Пале рядом с мостом Александра Третьего. Я там никогда не был, вот был повод как раз сходить. Я охренел. Приятно охренел. Во-первых, я охренел от количества французов, которые были на этой выставке. Во-вторых, я охренел от их реакции. Большинство из них были с блокнотиками, они записывали всякие надписи, которые они видели. Был мужик совершенно потрясающий. Там находились шахматы такие, белые против красных, фарфоровые шахматы. И, соответственно, я стал вокруг них крутиться, а мужик спрашивает меня по-французски, «А вы знаете, что это такое?» А я знаю, что это такое, потому что я писал про Суэтина, был такой художник для журнала одного еще в 2003 году. Я эти шахматы видел в музее фарфора на, собственно, набережной Невы при ЛМЗ. ЛФЗ, извините, Ленинградский фарфоровый завод. Сейчас это филиал Эрмитажа. Я говорю, да, конечно. Он говорит, это же вот в музее на реке Неве. Я говорю, что там были? Он говорит, да, это Суэтин. Ну, то есть многие из вас Суэтина знают, например. Я был просто в диком умилении. Очень хорошая экспозиция, очень круто подобраны экспонаты. Сам для себя очень много нового обнаружил. Крайне приятно. То есть я в этот же день рассказывал про Иофановский павильон 1937 года, выставка вот эта всемирная со скульптурой Мухиной наверху. И тут же был макет этого павильона на этой выставке. Увидел, что, например, здание станции метрополитена Арбатская, вот этой вот голубой линии, оно раньше проектировалось со шпилем. Были там проекты, собственно, и Дворца Советов, и Наркомитаж Прома, и масса всего. Продолжение следует... Ну а сейчас мы прервемся, и это видео еще с самой первой нашей поездки. Моя коллега Жанна вам преподаст мастер-класс «Как есть устрица». Я могу сказать, что я этого до сих пор не могу себя заставить. Много где бывал. В разных местах. Везде меня пытались совратить, и как-то вот никак не получается. Ну а мои экскурсионты совратились. Ну что, друзья, дело у нас идет так. Доберите устрицу. Как же для инстаграммчика-то, а? Ты же не зафиграфировал, не съел. Доберем устрицу. Новый, последний лайфхак, который принесла Кристина, я его не знала. Я думала, что устрицы знают все, но оказалось, что все-таки не все. Я рада, что когда мне выпадают такие счастливые моменты, которые меня удивляют, и я узнаю что-то новое. А я ем вот это. Так, вот смотрите. В устрице есть вода. Это вода океаническая. Дело в том, что устрица есть вместе с ней, выпиваются, потому что устрицы растут только, живут только в идеальной чистой воде. В принципе, ничего такого особенного не будет. Но тут вот новый лайфхак, который Кристина протащила, вот эту водочку сливаем. Утрица крепится к раковине ножкой. Вот она, ножка. Такая мышца. Ее надо подрезать. Просто чуть-чуть красиво подрезаем. То есть больше устрицы ничем не крепится к раковине. Обычно берется, сбрызгивается немножко это лимончиком. Пара капель. Я не особо это люблю. В принципе, для меня эта опция не обязательно. Кстати, эта история пошла от королей. То есть, когда до короля все это скакало неделю, как проверить, устрица живая или не живая. Потому что мертвых употреблять в печи нельзя. Они токсины выделяют довольно сильное отравление. Поэтому, когда они попаяют кислота, у меня краешки чуть-чуть так дергаются. И то есть, это дает понять, что она жива. Только поэтому их поливали то ли лимончиком, то ли липазоническим уксусом. Ну, то есть, все. Мы ее отделили. И теперь это происходит вот так. Валя. Это вам не гречневая каша. Ну, замечательно. Ну, ты шикарно нужен. А я буду французской булкой хрустить. Вот огромное количество белков разных. Микроэлементов, траля-ля, траля-ля. Иди-ка, вкусно. Так что, друзья. Для потенции полезно. Пожалуйста, обязательно подтверждайте. И ты, кстати, поспориться со мной не можешь, Паша. Ты же не пробовал. У меня никогда так стоять не будет. Паша, ну ты попробуй. Он скромный, а так не пашет. Приятного аппетита. Давайте. Налетай. Жири. Это жарко. А у кого первый раз в жире? Господин Сенцов, страдающий в русских гулагах, по-прежнему светится своей мордой возле отель-де-виль. Проверили, он там есть. Ну и в центре Помпиду, еще опять-таки в один из первых заездов, был замечен совершенно потрясающий реликт времени. Надпись на окне, оставленная, как вы думаете, кем? Смотри, смотри, что ты уже слышишь, да? Там что вот? Ну вот, пеник. А дальше что? Это что-то... Тебе я не заняла. Не по-русски. А, пене. Это не по-русски, да. Пене. Я подумала. Иногда в Париже действует колесо обозрения, которое ставят в парке Тюллерис. У него совершенно потрясающий вид. Это, кстати, не очень дорогое удовольствие по сравнению со всеми остальными парижскими затеями. Но оно функционирует в основном вне сезона. Мы вот там были, собственно, вот это кадры оттуда. И вот так вот можно, собственно, вести себя в Лувре. Опять-таки, никакая бабушка не подскочит к вам и не начнет орать вам в ухо, что это вы тут вытворяете. Вот она. Не, ну ты сделай так, чтобы... Я не знала. Это Лувр, ребята, здесь. И вот что искусство делает с людьми. Какая там картинка, когда она стоит, и не просто вот так развивает. Сейчас я в Лувр не вожу экскурсии. Дело в том, что мне было сообщено, что там начали палить экскурсоводов, которые вводят группы больше шести человек. И лишают их не просто права проведения экскурсии, а вообще права допуска сам Лувр. Я уж не знаю, как они это осуществляют, через какие там инструменты, визуальные или какие, но я решил не рисковать. Но вот в первый раз, когда мы были, там это правило еще не существовало, и мы попали в апартаменты Наполеона Третьего. Но это, конечно, редчайший китч, но такой китч очень стильный. Сейчас я вам покажу, почему в Париже такие жирные голуби. Есть в Париже и противосценные углы. Я их первый раз увидел в Венеции, нам специальных показывал экскурсоводшую. Но углы эти не спасают, как вы уже понимаете. Банк Франции, который жег Павленский, изначально он перед нами предстал с надписью «Волёх». «Воры». Потом эту надпись оттерли. Сейчас она уже предстает в чистом первознанном виде. Павленский продолжает сидеть в застенках демократической Франции. В музее Гюго я видел группы школьников. Вот можете обратить, какое количество среди них уже таких коренных афропарижан. Иногда экскурсия включает в себя посещение сбастовок. То есть вы приезжаете в Париж и, ну я не знаю, там 80% из 100, что вы встретите какую-то стачку. Если это суббота, то вообще. А если еще это суббота и в районе площади Бастилии и Пляс Насьон, вот эта площадь национальности, то это прямо 100%. Встретили мы такую забастовку. Это была забастовка по освобождению учителей, томящихся, даже не учителей, а социальных работников, томящихся в тюрьмах. Когда я спросил, каких конкретно социальных работников, мне сказали «всех». А вот в этом месте у меня случился интересный эпизод, связанный уже непосредственно с YouTube. Я уже залил ролик, и вдруг мне приходит уведомление, что мое видео содержит сторонние материалы, которые принадлежат другому какому-то исполнителю. Я начал ломать голову, что это может быть, поскольку не вставлял туда никаких чужих видео и так далее. Вчитавшись в сообщении, я увидел название «Массилия Саунд Систем Ле Попе Ле Мино». Оказывается, это некая группа, которая исполняет песню, и именно ее транслировали во время той самой забастовки. YouTube ее распознал и решил, что я использую ее в собственных интересах. Но пришлось значительно сократить конкретно данный эпизод. Надеюсь, что в дальнейшем меня пощадят и не будут меня уличать в том, что я стараюсь чужую музыку использовать для собственной адской наживы. Также, пользуясь случаем, раз уж мне пришлось записать это уже в самом конце, сказать, что я тут, конечно же, несколько раз оговорился. Вы меня простите, как обычно. В том месте, где я сказал, что церковь сложно не заметить, я сказал, что ее сложно заметить, ну и так далее. В любом случае, благодаря конкретно этому куску, у вас может сложиться четкое впечатление, что такое парижские забастовки. Это не только желтые жилеты, которые жгут огни свободы в Париже и собираются исключительно по субботам, как по расписанию. Это еще и вот такие вот увеселительные вполне себе мероприятия. Мне говорили, что очень часто, если человек работает на работе и заявляет, что он идет на забастовку, то профсоюз заставляет работодателя оплачивать ему это время, собственно, из кассы компании. Вот какая развлекуха для моих туристов. Что они хотят? Они хотят потанцевать. Видишь, как у них все тут весело? Ну что, Жанна, вы присоединитесь потанцевать к людям? Потанцевать с удовольствием, все огромное. Мы работаем в правой отдельных работ? В longeд Мы работаем в с試 tank. Легок estão в сети? В каком месте? Танец! Ну, все, прес Pro distribute? Гать! 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 Для особо, так сказать, ценителей я хочу показать вам квартиру, точнее дом, где жили Зинаида Гиппиус и Мережковский. Там у них был салон, туда, в общем-то, ходил весь литературный Париж. Кого-то они принимали, кого-то они не принимали, но, тем не менее, это 16 округ. Ну, понравилось. Сама поездка, понравились сами экскурсии, понравился процесс общения, как во время экскурсии, так и вне ее. Не понравилось, ну, что не понравилось, ну, только холодно было, периодически дождь, снег, а так все замечательно. А как группа? Группа тоже замечательная, все люди, в принципе, на одной волне. Сразу хочется сказать, что, в общем, я как бы рекомендую ездить людям сюда, тем, кто, ну, во-первых, критически относится вообще к окружающему миру и не ждет от Парижа каких-то таких романтических историй про любовь, про, скажем так, про красоты. А хочет узнать, как это было с точки зрения бытового жителя, бытового общения. В общем, так вот экскурсия основана на этом. Понравилась поездка, не понравился Париж, не понравилось, не понравился Паша, самовлюбленный негодяй. И экскурсии вообще какие-то непонятные, ходим-бродим, нас не развлекают, не танцуют, ничего. Не, на самом деле, действительно, это можно было бы назвать это все ужасно, но на самом деле все очень прикольно. Не, 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 ну как, ну ладно, ладно, я прибавлю тогда. Короче, заходите в метро, делайте вот так. Здравствуйте бы в метро. Почему? Потому что там нассано везде. Просто вот это вот. Мне кажется, что парижане ходят в метро поссать. Иногда, собственно, в еда. Еда тоже там ожидает что-то, а по факту как бы нифига. Вот найди то место, где тебе вкусно и хорошо. Но у нас же было пару мест. Ага, пару мест за неделю мы нашли. Ну ладно, спасибо. Не за что. Таким образом, дорогие друзья, если вы хотите пересоединиться к нам и поехать в Париж в конце этого года или в начале следующего, то пишите мне на электронный адрес, который я укажу в описании под этим видео. То же самое касается Берлина, куда я набираю группу на конец октября. Ну а для тех, кто не желает ехать во Францию или не имеет такой возможности, но желает посетить экскурсию в Петербурге и Москве, хочу сказать, что в столице нашей Родины будет экскурсия 19 апреля, терроризм, начало, теория, практика, столешниковом переулке на Тверской площади. 20 апреля от Покровки до Хитровки. 4 мая экс-максималистов на Элинке, Папы и Купцы. И в этот же день динамитные мастерские и первая книга по Никольской. В Петербурге 1 мая Достоевский рок-клуб, 2 мая Достоевский черносотенцы, Любовь и террор. Ссылки на встречу можно найти в моей группе ВКонтакте. Так получилось, ну как вы поняли, что этот выпуск я начал записывать еще до пожара Нотр-Дама, и поскольку вся лента в соцсетях, в любых соцсетях была завалена стенами по поводу этой трагедии, а это реально трагедия, то я сделал пост у себя в группе, который вызвал живейший отклик и кое-какие пункты оттуда хотел бы транслировать и здесь. Во-первых, про обрушившийся шпиль, которому много веков, шпилю мало веков. Есть картины, где собор выглядит вообще без него. Нотр-Дам, по сути, частично наводил гений реставрации эпоху префекта Османа, который перекроил полностью Париж, звали его Эжен Вьюли Людюк. Он остановил большинство барельефов и сделал шпиль более готичным, ну чем тут был изначально. Внутри собора была, увы, теперь уже в прошедшем времени приходится такое говорить, прекрасная экспозиция, показывавшая ход строительства и внешний вид. Там было все четко показано, когда шпиль тю-тю, а когда он появился вновь. Так, например, Вьюли Людюк восстановила статуи на самом главном фронтоне, потому что революционно настроенные солдаты и матросы в конце XVIII века посносили головы библейским царям, решив, что это изображение французских королей. Далее собор мог сгинуть еще в позапрошлом веке. Были абсолютно реальные планы снести эту рухлядь, пришедшую в полный упадок. Главным адвокатом церкви стал Виктор Гюго, очень вовремя выпустивший всем известный роман. И в итоге собор отстояли. В своем посте я допустил ошибку, сказав, что во время Измайловского собора у нас не использовалась авиатехника. На самом деле меня поправили, она действительно использовалась. Наш собор тушили с вертолетов. Я напомню, что в Петербурге была точно такая же история. Измайловский собор, это храм, где, кстати, брак и сочетался, если можно так выразиться, Достоевский со своей второй супругой, Анной Григорьевной Сниткиной. Он сгорел, купол его уже в самом конце реставрации. Его пришлось реставрировать заново. Это говорит о том, что разгильдяйство, оно интернационально. Далее. Этот пожар прекрасный пример того, как горело некогда все и всегда. Собор особенно, потому что там был повышенный людской трафик и обилие свечей. Лучше соборов горели только театры. Я хочу опять-таки напомнить, что был знаменитый пожар Зимнего дворца в 1837 году, и все несущие конструкции, вот они с тех пор там сохранились. Именно поэтому в конце 19 века, в начале 20 века, самыми насосными компаниями были общество страхования от огня, выстроившие себе самые фешенебельные доходные дома в Петербурге, Москве и других городах России. Ну и наконец, во всем этом есть некая печать времени. Собор восстанавливали отнюдь непотомственные галы. Я видел этих работничков во время экскурсий. Так что Европа огребла то, что огребла. Я в своем тексте указал черным по белому, что я говорю об этом без малейшей злоиронии. Но слова эти остались за кадром, их мало кто увидел. Просто за все надо расплачиваться, в том числе за колониальную политику. Обратко прилетит, закон сохранения энергии не отменишь. Гастарбайтеры еще меньше зло, чем сидящие на пособиях на самом деле. Но каждый раз, проходя по бульвару Доможента или по Рю Сан-Дени, вы видели вот эти кадры, я поражаюсь, сколько же здесь вас, ленивых, тупых и наглых. И все это только потому, что французы вам это позволяют. Так что сжечь собор пусть и от артгильдяйства, а я еще раз хочу сказать, что я абсолютно уверен, что главная причина она именно в этом, что он сгорел от какого-нибудь непотушенного хабарика, брошенного на лесах. Вот это все, это замечательный финальный аккорд всей этой иммигрантской истории. На этом все. Оставляйте ваши комментарии вот там. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok